Эксклюзив для зрителей канала Криперс Приветствую всех любителей Крипоты, Неизведанного и Всевозможной Мистики. Сегодня я рад представить вашему вниманию вторую часть нашумевшего сборника жутких новозаревских баек. Для полноты картины я бы советовал вам ознакомиться с плейлистом, где находятся остальные озвучки моих произведений. Естественно, чтобы не пропустить продолжение, советую вам подписаться на канал. А дабы у меня прибавилось мотивации, нажать лайк, написать свой комментарий после видео и поделиться сборником с друзьями. Конечно, должен по традиции предупредить всех тонкоорганизованных зрителей, что в выпуске будет время от времени проскакивать мат и специфическая лексика. Поэтому, если у вас уже начинает бомбить, лучше скипайте. Ну, а всех, кто готов, рад приветствовать. Почитать в текстовом варианте можете в моей группе в ВК. Ссылка в описании. Что ж, пристегивайтесь покрепче, присаживайтесь поудобнее, ведь мы вновь отправляемся в зловещий и загадочный мир городского хоррора. Поехали! Новозарьевские байки Часть вторая И снова здравствуйте. На связи безымянный новозарьевский сталкер и собиратель всяческих страшных и не очень кулсторик. Сегодня я приготовил для вас очередную порцию местных баек. Думаю, многие из них вы могли слышать, если хоть раз бывали в наших краях. Свидетелем отдельных из них был я сам. В общем, не буду долго тянуть к толку за тентакли и перейду сразу к делу. Ну, если вы прошли мимо предыдущего выпуска, советую ознакомиться, так как некоторые пассажи ссылаются на предыдущие. В общем, поехали помаленьку. Три сестры Есть у нас в городе одно заведение, которое пользуется среди жителей, ну, не то чтобы прям дурной славой, но народ старательно обходит его стороной. Это место – мотель с романтичным названием «Три сестры». Звучит как уютное семейное гнездышко или ресторан русской кухни, но на практике все совсем не так. Местные прекрасно знают, что этот райский уголок является ничем иным, как бандитской малиной. Ну, термин, возможно, не самый верный, но суть, тем не менее, отражает полностью. В трех сестрах постоянно ошиваются мутные личности преступной наружности. Наркоманов или каких-то совсем уж маргинальных товарищей тут не встретишь. Но вот роскошные черные джипы с сидящими внутри мордоворотами здесь паркуются постоянно, а за поясом у посетителей часто топорщится что-то, подозрительно напоминающее пистолет. Как-то, проезжая мимо на велике, меня вынудила нужда заглянуть на огонек. И знаете, взгляды, которыми меня встретил администратор и охранник, сразу дали понять, что я тут лишний. Впрочем, был солнечный летний день, так что бояться было нечего. Смерив меня оценивающим взором, менеджер позволил воспользоваться услугами местной уборной и даже любезно подлил воды из кулера в мою вилобутылку. Сделав все свои дела, я спешно покинул тот праздник жизни, решив не задерживаться тут, дольше необходимого, и не испытывать лишний раз судьбу. В общем, как вы уже поняли, три сестры – место, что называется, для своих. Несмотря на то, что, по идее, это должен быть мотель, где останавливаются уставшие туристы и путники, посторонних в этих стенах не слишком жалуют. Конечно, если заявится товарищ при деньгах, его обласкают и, возможно, даже предложат на выбор пару девочек, дабы было веселее проводить время. Теперь, думаю, смысл названия стал для вас более понятен, лол. Но с такой же долей вероятности денежного мешка могут банально грабануть и в лучшем случае отправить в освояси бескровно нажитых наличных. Хотя, конечно, мокруха и всякая трешовая жесть в трёх сёстрах случается редко. И даже не из-за того, что через пару кварталов находится пункт полиции. Эти-то как раз с удовольствием закрывают глаза на проворачиваемой в стенах постоялого двора дела. Ведь там нередко устраивают задорные корпоративы всё полицейское начальство. Нет, просто у тех, кто заведует мотелем, есть и куда более интригующие секреты, которые не стоят делать достоянием общественности. Так что любая шумиха вокруг их небольшого криминального бизнеса строго противопоказана. Но тремя сёстрами, впрочем, тоже владеют люди. И им порой не чуждо чувство юмора и желание невинно подшутить над непосвященными гостями. Некий автотурист, проезжающий на Вазаревск по дороге на восток страны, решил как-то переночевать в этом, на первый взгляд, солидном мотеле. Парень припарковал свой заряженный микроавтобус и вошёл на ресепшн. Анон уже был порядком измотан дорогой. За день он преодолел не меньше тысячи километров. Поэтому ехидные взгляды в свою сторону, конечно, заметил, но значением не придал и спокойно оплатил ночёвку и пак дополнительных услуг. Автомобилист оставил вещи в номере, расслабился в местной сауне, заглянул в бар, где посидел часок в одиночестве, потягивая коктейль, и решил, что пора бы и спать ложиться. Анон расположился на удобной кровати в своей комнате, стянул пропотевшую одежду и стал устало втыкать в телевизор. Спустя полчаса в дверь его номера постучали. Парень, конечно, удивился позднему визиту, но дверь тем не менее открыл и с удивлением увидел перед собой, гладковыблитого официанта, держащего в руках элегантный поднос. После недолгой неловкой паузы парень высказал мнение, что мужчина, видимо, ошибся номером. Он ничего не заказывал, да и вообще собирался уже ложиться спать. Официант, впрочем, не смутился и сообщил, что никакой ошибки нет. Просто в мотеле существует добрая традиция угощать приезжих фирменным блюдом. Так сказать, подарок от заведения. Ну, от халявного хрючева отказываться глупо. Поэтому Анон пропустил сотрудника в номер, и когда тот поставил поднос на прикроватный столик и, пожелав приятного аппетита, удалился, сел ужинать. На белоснежной тарелке, приправленной экзотическими овощами и соусами, лежал солидный стейк средней прожарки. У Анона уже потекли слюнки. Последнюю неделю его дорожный рацион составляли преимущественно бутерброды, тушенка да пованивающая шаурма с заправок на трассе. Поэтому он отрезал от стейка кусок, обмакнул его в соус и стал жадно поглощать угощение. Впрочем, как только парень проживал мясо, аппетит резко сошел на нет, а радость от внезапного сюрприза сменилась страхом и тревогой. Нет, продукты были свежие и качественные. А вот только в тот момент, когда приготовленная по всем правилам кулинарии плоть коснулась изголодавшегося языка, Анон вдруг с ужасом осознал, что стейк сделан не из говядины, баранины и даже не из свинины. Турист в панике побросал свои пожитки в рюкзак, спешно оделся и пулей выскочил из комнаты, оставив недоеденное блюдо покоиться на тарелке. Парень пробежал по коридору, минул стойку администратора и, запинаясь, бросился к своему автомобилю, не обращая внимания на радостный гогот вышедших перекурить сотрудников мотеля. Анон дрожащими руками завел свой минивэн, врубил заднюю передачу, выехал с парковки и, стремительно покинув территорию мотеля, понесся прочь от этого места, наплевав даже на выпитый алкоголь. Лучше уж штраф за вождение в нетрезвом виде. Спросите, какая пчела ужалила этого ненормального? Да всё, да жути просто. Я уж не знаю, что это был за турист такой, но он откуда-то знал, какова на вкус человечина, и в том подарочном стейке он уловил знакомые нотки. В общем, думаю, теперь вам понятно, почему сладкие парочки и любители сменить обстановку обходят три сестры стороной. Уж слишком специфический юмор у местных обитателей. Расскажу вам одну армейскую байку. Впрочем, байкой это и не назовёшь, ибо true story. Помните бумера из родного мизинца? Паста из первой части сборника. Я тогда говорил, что у него в части было много любопытных случаев. Собственно, вот один из них. Вместе с бумером срочную службу проходил один хикан по имени Сеня. Если мой кореш был крупногабаритным коренастым парнем, на которого без причины никто залупаться не рискнёт, ибо есть нехилые шансы пиздюлиться, то вот тот самый хикан быстро стал в части, что называется, мальчиком для битья. Постоять за себя он не мог ввиду дрыщинского телосложения и абсолютного неумения вести разговор с быдлом. Поэтому сначала над пареньком невидно подшучивали, прощупывая почву. То спрятали один тапок, из-за чего ему пришлось ходить по казарме босиком, то в лучших традициях зелёного слоника насрали ему в тумбочку с личными вещами. Подобное поведение, понятно, офицерами вообще-то не поощрялось. Но на конкретно этого додика даже им было пофиг, и паренёк, как говорится, начал своё стремительное и трагическое падение по местной социальной лестнице. Невинные по армейским меркам шалости фекального характера медленно, но верно переходили на новый уровень. И не прошло и пары месяцев, как хикан стал уже самым настоящим изгоем и аутсайдером, вынужденным делать самую грязную работу. Его заставляли стирать носки и нижнее бельё, регулярно угощали подзатыльниками и затрещинами. А когда тонкая душа Бетарда наконец не выдержала, и он решился дать отпор, неплохо так отходили мылом, завёрнутым в полотенцем. За очевидные следы побоев могли нагнуть уже самих истязателей. Короче, всё было в лучших традициях цельнометаллической оболочки. Травля, издевательства и доведение бедного, не привыкшего к тяготам жизни Сени до точки кипения. А вообще ситуация, конечно, довольно драматическая. Паренёк, помимо полного отсутствия социальных навыков, происходил, похоже, из небогатой семьи. Ему бы стоило откупиться или закосить, но, увы, пришлось служить. Ну а тут... Впрочем, я уже примерно описал, к чему это привело. Может, если бы Сеня был чуть более стрессоустойчив, или хотя бы обладал минимальным чувством гордости и достоинством, он бы как-то выкрутился из сложившейся ситуации. Но, увы, его уже записали в главных лошков, а отделаться от этого сомнительного титула довольно сложно. Впрочем, одним пасмурным осенним днём Сеня всё-таки смог удивиться служивцев. Кубрика я уже упоминал, и финал этой истории был вполне в его стиле. Арсений, уже окончательно отчаявшийся и озлобленный, каким-то макаром попал в оружейку, взял из пирамидки с кавашами пару автоматов, снарядил несколько магазинов, примкнул их к оружию, передёрнул затворы, поставил переводчики огня на АВ и, лучезарно улыбаясь, вышел на улицу. Когда из здания, где хранилось оружие, появилась фигура Сени с двумя Ака на готове, народ сперва ничего не понял. Видимо, кто-то приказал, или типа того, мало ли. Но, вот когда Хикан полез на бетонный трёхметровый забор, в сердца срочников закрались лёгкие подозрения. Паренёк тем временем скарабкался на ограждение, скинул оружие и, наведя стволы куда-то в сторону плаца, нажал на оба спусковых крючка. Вкачанные и самоуверенные обидчики и старослужащие, с интересом наблюдавшие за действиями Сени, при первых звуках автоматных очередей, сразу утратили самоуверенный и бесстрашный вид, бросившись кто куда. В мгновение ока двор военной части опустел, и только Арсений, словно древний воин с обложкой альбома «Мановар», поливал округу потоком смертоносного свинца. Когда магазины опустили, он яростно перезарядил автоматы и продолжил обстрел. Опустошив весь боезапас, Сеня издал победоносный боевой клич, стянул штаны и начал самозабвенно трясти задницей в сторону уже поднятых по тревоге офицеров. Короче, когда охуевшие от такого представления бойцы подбежали к забору и взяли стрелка на мушку, тот, уже безоружный и обнаженный, радостно тверкал, напевая какой-то веселый мотивчик. То, что никто случайно не пальнул Сеню, можно считать чистым везением. Через некоторое время взбесившегося хикана удалось таки снять с забора и скрутить. В общем, на этом служба для него подошла к концу, и остаток срока, как, впрочем, и следующие несколько лет, парень провел в отделении для буйных Новозарьевского дома для душевнобольных. Говорят, спустя время Сеня даже жалел, что не смог превозмочь издевательства и дотерпеть до дембеля. Все-таки лучше армия, чем мягкие стены дурки. Но зато с тех пор история про Сеню-автоматчика прочно укоренилась в той, в общем-то, довольно спокойной Новозарьевской военной части. Кукольный домик Раз уж начал травить байки про армию, расскажу, пожалуй, еще одну историю. С Новозарьевском, она, надо сказать, связана весьма косвенно, но все же. Итак, в той же дурке, куда загремел невынесший тягот службы Сеня, лежал еще один товарищ. Но этот-то был уже по-настоящему двинутый на всю башню. Реального имени Чудика никто, кроме медперсонала, не знал, так что к нему быстро прилипло прозвище Барматун. Думаю, особенно объяснять причины этого погоняла не нужно. Парень постоянно что-то невнятно тараторил себе под нос и даже среди пациентов слыл полным психом. По большому счету никому не было дел дошугающегося при виде людей фрика. Ходили слухи, что таким он стал после того, как провел неделю в полном одиночестве шатаясь по заснеженному лесу где-то на севере страны. Впрочем, подробностями своих заключений Барматун ни с кем не делился. Почти весь день он сидел на стульчике у окошка, пребывая в медикаментозной нирване и тихо разговаривал сам с собой. А когда действие препаратов подходило к концу, начинал буянить, биться о стены, вопить что-то про лица и пытаться вылезти через зарешоченное окно своей палаты. В общем, на первый взгляд самый заурядный шизофреник и сумасшедший. Таким в психушке самое место. Вот только однажды какой-то санитар-новичок заинтересовался этой любопытной личностью и начал прислушиваться к тому, что в полголоса бубнил Барматун. А когда медбрат дослушал историю до конца, он и сам почувствовал, как изменились его взгляды на окружающую действительность. Собственно, ниже приведу эти самые россказни умалишенного гостя сумасшедшего дома. Барматун настоящего имени он медицинскому работнику так и не назвал, а тому стало в лом искать его личное дело. Несколько лет назад закончил учебу в одном из новозаревских училищ по профессии слесаря. Отсрочки или еще какого-то способа избежать армейки Шарага понятно не давала. Так что Барматуну не оставалось ничего другого, кроме как пойти служить. Впрочем, ему это было даже в радость. Других планов на ближайшее будущее у парня в любом случае не намечалось. Барматун прошел медкомиссию, оказался само собой стопроцентно годным к строевой подготовке. В наших военкоматах по-другому не бывает, лол, там, наверное, и одноногому запишут категорию А. Высказал свои пожелания насчет того, в каких войсках предпочел бы отдавать долг родине. Впрочем, на желание юнца всем было ну, вы поняли. И отправился собираться. Через пару дней при полном параде явился в областной сборный пункт, где прокуковал еще несколько суток в компании таких же угрюмых срочников, ожидая покупателей. Для тех, кто вдруг не в курсе, речь не о торговле людьми. Ну, во всяком случае, не в прямом смысле слова. Покупателями называют офицеров или просто специально обученных солдат. Я в этом вопросе уж, простите, небольшой специалист, который приходит от конкретной военной части и выбирает пополнение из доступных для рекрутирования пубертатов. В общем, примерно такая же система, как во всяких тактических РПГшках, когда ты перед началом миссии можешь набрать свой отряд очередного члена из одного пула, всякие снайперы, взрывники и так далее. Естественно, преимущество имеют пиджаки из кремлевского полка, десанта и прочих престижных родов войск, а их объедки разбирают в стройбат и так далее. Ну, сравнение с видеоиграми может не совсем корректны, но суть надеюсь вы уловили. В общем, Барматун не выделялся какими-то особенно ценными для храброго война качествами. Он не был забитым чуханом, но и на Рэмбо не тянул. Обычный рыхлый подросток метр семьдесят ростом. Не жиробас, но и не дрыщ. Короче, просто типикал чувак. Немногочисленных богатырей и спортсменов забрали в первый же день в какую-то элитную часть, а за уже уставшим от ожидания Барматуном приехал усатый мужик с хитроватой ухмылкой и, подписав все необходимые документы, увел нашего героя и еще несколько ему подобных рандом-кунов с собой. Барматун надеялся, что служить придется где-нибудь в области, ну, на худой конец в пределах федерального округа. Но, когда конвоир раздал пополнению теплой бушлаты и валенки, иллюзии и надежды в мгновение око растаяли, как утренний туман. Усач и его паства добрались до железнодорожного вокзала, погрузились в прибывший поезд и поехали на нем в далекие, но, очевидно, морозные края. Спустя несколько долгих и унылых суток плацкартной трясучки гражданин-начальник поднял отделение и все вместе они высадились на заснеженной и промозглой платформе какого-то далекого, но очень холодного Мухосранска. Что это за город? Хотя, скорее, село или какой-то поселок, никто не спрашивал. Когда раздолбанная газель везла срочников вместо постоянной дислокации, в окне на мгновение мелькнул дорожный указатель с названием, но, справедливости ради, на то, какой титул носит эта перть, всем было глубоко насрать, так что угнетенные парни даже не стали всматриваться. Часть, в которую привезли молодых людей, больше напоминала не то овощебазу, не то какую-то метеорологическую станцию. За покрытым снегом, льдом и колючей проволокой высоченным бетонным забором ютились несколько невзрачных бараков с выпускающими облачка дыма трубами, несколько испещренных антеннами будок, напоминающих силуэтом ларьки с мороженым, и парочка огромных двадцатиметровых башен, на вершинах которых были закреплены необъятные тарелки, судя по всему, улавливающие радиосигналы. Барматун рассудил, что здесь, по всей видимости, занимаются радиоперехватом переговоров потенциального противника, связью с космическими аппаратами или, быть может, проблемой морской навигации. Усатый офицер вместо ответов на уже накопившиеся у офигевших парней вопросы провел ребят по расположению и запустил в небольшую коморку. Там он выдал каждому бланк с печатью, шариковую ручку и заставил новобранцев подписать договор о неразглашении. Затем, подоспевшись за вхоз, снабдил каждого предметами личной гигиены и прочим необходимым снаряжением и проводил в казармы. Собственно, вдаваться в то, как срочники проводили свои скучные солдатские будни, особого смысла нет. Барматун рассчитывал, что его хотя бы научат стрелять или прокатят на танки или на худой конец БТРе. Но, увы, оружием тут похоже и не пахло. Вернее, почти не пахло. В дальнем конце территории находился странный объект, напоминающий усеченную пирамиду. В одной из его граней виднелись колоссальные стальные ворота, на вид способные выдержать даже взрыв атомной бомбы. Подход к сооружению был тщательно огорожен бетонными блоками и колючей проволокой, а у входа непрерывно несли вахту двое хорошо вооруженных людей. Новички, конечно, были несколько разочарованы тем, что им не выдали даже штык-ножи, но зато им аж бросков, построений и традиционной покраски травы в части тоже не практиковалось. На улице большую часть времени стоял сорокоградусный дубак, так что ни у кого из офицеров и взводных не было желания покидать отапливаемые помещения, ну а траву не заставляли красить по причине отсутствия таковой. Собственно, жизнь в этой богом забытой глуши нельзя было, конечно, назвать уютной и беззаботной, но и напрягаться особенно не приходилось. Новобранцы помогали на кухне, занимались уборкой каких-то подсобных помещений, да изредка с троем шли в физкультурный зал заниматься упражнениями. Одним словом, служба была больше похожа на старшие классы общеобразовательной школы. Но однажды все начало стремительно меняться. В один из вечеров командир вызвал к себе молодого срочника, который приехал вместе с Барматуном. Парень ушел с офицером на ночь глядя в сторону того самого бункера, а обратно так и не вернулся. Вернее, вернулся, но не сразу. Молодого человека не было трое суток, а когда его наконец перевели обратно, тот молча уселся на свою кровать, уставившись куда-то в стену. Лицо парня не выражало никаких эмоций, а кожа натянулась, словно после пластической операции по удалению морщин. В течение месяца подобную прогулку совершили почти все члены пополнения, и с каждым разом Барматуну становилось все страшнее. Однажды ночью он проснулся от кошмара, открыл глаза, и с удивлением уставился на своих сослуживцев. Те безмолвно сидели на кроватях, задрав головы. Фигуры не шевелились и не издавали ни звука. Барматун, борясь с нарастающей тревогой, встал и подошел к одному из сидящих. Глаза оттого были широко распахнуты, а радужка переливалась странным сиянием. Разъявленный рот будто замер во время возгласа, а язык свисал с нижней губы. Барматун уже на грани паники решился и, вытянув указательный палец, прикоснулся к гладкой коже на лице восседающего. На ощупь та была на удивление плотной и больше напоминала какой-то полимер или пластик. Барматун все еще стоял в недоумении, как вдруг из коридора послышались уверенные шаги. Парнишка, не помня себя от ужаса, кинулся обратно к постели и словно ребенок залез под одеяло, притворившись спящим. В казарму вошел некто. Сперва Барматун даже подумал, что это какой-то обвитый тентаклями монстр, но, приглядевшись с ощуренными глазами, понял, что это человек, одетый в какой-то то ли скафандр, то ли костюм химзащиты. Фигура тем временем начала обходить сидящих на кроватях парней или кем там они стали теперь и методично капать каждому на язык какую-то жидкость из закрепленного на спине шланга. После того, как странный ритуал был завершен, человек достал из кармана что-то напоминающее музыкальную шкатулку, повернул ключик и поднял предмет над головой. Как ни странно, ни мелодии, ни других звуков не раздалось, но сослуживцы как по команде закрыли рты, легли обратно в постели и сомкнули накивнул, убрал предмет обратно в карман и еще раз оглядев казарму удалился. Как вы понимаете, после такого ночного шоу спать Барматун уже расхотелось. Он, трясясь от страха, провежал под одеялом до самого утра, а когда расцвело, каким-то чудом напросился на хозяйственные работы под открытым небом. Я уж не знаю каким образом, но Барматун умудрился покинуть расположение военной части, не подняв тревогу. Вернее, тревогу, конечно, подняли, но к тому моменту, когда обнаружилась пропажа, паренек, задыхаясь от непрерывного бега и увязая в рыхлом снегу, уже несся подальше от этого ебанутого места, не разбирая дороги. Ему повезло, и погода, будто почувствовав его побег, переменилась. На небе показалось солнце, и температура, оставаясь довольно низкой, все же поднялась до значения, позволившего Барматуну не замерзнуть насмерть в дремучем лесу. Второй раз удача повернулась лицом к неудавшемуся солдату, когда тот, уже окончательно утратив связь с реальностью и потеряв счет времени, вывалился из кустов на полянку, где жгли костерок уставшие охотники. Мужики отпаивали парнишку водкой, пытались расспросить, что стряслось, но тот лишь бормотал что-то про людей с пластиковыми лицами и выказывал явные признаки душевного расстройства. В общем, охотники, не желая искать дополнительных проблем себе на жопу, довезли Барматуна до ближайшего населенного пункта и сдали ненормального местным органам правопорядка. Затем, после целой череды бюрократических проволочек и процедур, свихнувшегося юнца доставили в родной Новозаревск и определили в местный дом скорби, где он и сидел уже не один год пуская слюни, время от времени кидаясь на людей и выкрикивая что-то про лица маски. Когда медбрат дослушал эту странную и невероятную историю, он, естественно, сперва не поверил, но, покопавшись в интернете, действительно нашел обрывочные упоминания о затерянной где-то в северных снегах станции военного назначения, вокруг которой ходили странные слухи. Впрочем, справедливо рассудив, что если в истории есть хотя бы доля правды, ворошить такие сведения себе дороже, санитар быстро отказался от своих изысканий. Так, история одинокого буйно помешанного стала не более чем городской легендой, а Барматун остался сидеть перед пыльным зарешоченным окном, ожидая однажды увидеть своих старых сослуживцев, пришедших проведать беглеца. Новогоднее опустошение Этот случай произошел в Новозарьевске однажды в канун Нового года. Знаете, я не раз замечал, что жители спальных районов часто на удивление похожи. Ну, не в том смысле, конечно, что дома заполнены клонами. Просто почти в каждой панельке можно встретить шаблонную вредную бабку, истеричную мать трех-четырех отпрысков, семейку Пьянчук и какого-нибудь интеллигентного вида детка. В общем, список можно продолжать бесконечно. Тут дело, наверное, даже не в зданиях. Думаю, таков уж социум. Мы, конечно, хотим считать себя уникальными и неповторимыми, но зачастую оказывается, что по миру ходят еще не одна сотня индивидов, мыслящих и ведущих себя точно так же. К чему я? Главный герой или, скорее, фигурант истории, которую я сейчас поведаю, был именно таким заурядным мужичком. Впрочем, события, участникам которых ему было суждено стать, обычными не назовешь при всем желании. Мужик, как я уже сказал, был ничем не выделяющимся из серой массы чуваком. Он жил один в своей двухкомнатной квартире на пятом этаже и ни с кем из соседей не общался, ограничиваясь дежурным, привет пока. Жена ушла от него несколько лет назад, не сказав и слова на прощание. Детей не было, как и друзей приятелей. Никаких странностей за жильцом тоже не замечали. Ну, он, конечно, был довольно нелюдим, но что с того? Не всем же тарахтеть с каждым встречным. Мужчина работал в местном ларьке, а по вечерам сидел в одиночестве перед телевизором. Вот, собственно, и все, что можно сказать о его жутко увлекательной жизни. В тот Новый год весь дом естественно стоял на ушах. Народ хамячил салаты, прибухивал с гостями и родственниками и пускал фейерверки во дворе многоэтажки. Уже после двенадцати сердобольные соседи-одиночки, прилично накачавшись алкоголем, вдруг прониклись жалостью к затворнику и решили немного разбавить его уныние. Хозяин семейства вместе со своей женой взял тарелку с бутербродами со шпротами на черном хлебе. Кстати, я слышал, что некоторые едят такие штуки не с черным, а с белым хлебом. На мой взгляд, это, конечно, пипец, какое кощунство. И постучался в дверь той самой квартиры. Сперва ответа не было. После третьего настойчивого стука послышались тяжелые шаги и дверь все-таки открыли. На пороге стоял тот самый мужик. Он выглядел каким-то бледным и осунувшимся. Глаза грустно и непонимающе смотрели на посетителей. Те, однако, ничуть не смутились, радостно поздравили соседа с праздником и всучили ему угощение. Мужик, нехотя принял тарелку, сдержанно поблагодарил пришедших и спешно закрылся в своей конуре. Муж с женой были несколько обижены таким приемом, но дома их ждали гости, песни под гитару и ломящийся от разнообразных блюд праздничный стол. Так что, выкинув хамское поведение соседа из головы, они вернулись к своему пиршеству, продолжив веселье. Утром женщина пришла, чтобы забрать тарелку из-под бутеров, но на этот раз ей так никто и не открыл. Хозяйка решила, что сосед вчера хорошо поддал и до сих пор не проснулся, но вечером на стуке вновь никто не отозвался. Женщина заподозрила что-то неладное. До соседа попытался достучаться ее муж, но ответа также не последовало. В итоге, уже не на шутку встревоженные супруги вызвали ментов. Те, тоже попытавшись связаться с жильцом, поняли, что делать нечего и вскрыли дверь. Полицейские ожидали увидеть храпящего на кровати хозяина квартиры, но вместо этого им предстало грустное и зловещее зрелище. В зале на крюке от люстры была закреплена петля, наспек сооруженная из бельевой веревки. На полу валялась опрокинутая табуретка, а на журнальном столике стояла та самая тарелка с бутербродами. В петле мерно покачиваясь, от задувающего в приоткрытую форточку сквозняка болталось тело несчастного. Под ногами растеклась небольшая лужица. Полицейские тщательно осмотрели жилплощадь, но ни предсмертной записки, ни следов взлома или еще каких-то подсказок не нашли. Напрашивался логичный вывод, что потерпевший не вынес ходры и накатившего приступа уныния и покончил с собой, когда весь город шумно и весело отмечал главный праздник в году. Понятых отпустили обратно за ненадобностью. Картина произошедшего была вполне очевидна и криминалом даже не пахла. Тарелку вернули сконфуженной соседке, а тело сняли с люстры и передали подоспевшей труповозке. Соседи молча выпили по стопке, но уже не поздравляя себя с наступившим, обезмолвно отдавая последние почести соседу. Впрочем, история получила довольно неожиданное и мистическое продолжение. Труп отвезли в морг ближайшей больницы и там оставили ждать своей очереди на аутопсию в компании многочисленных новозарьевцев по тем или иным причинам, не переживших новогодние гуляния. Когда безразличный патологоанатом наконец добрался до тела самоубийцы и начал вскрытие, опытного и повидавшего за свою практику всякая медика начала бить мелкая дрожь, а скальпель выпала заслабевший руки, звякнув о кафельный пол секционной. Медработник вызвал участкового и продемонстрировал ему то, что обнаружил. Вернее сказать, не обнаружил. Лежащее на металлическом столе тело оказалось пустым. Там, где должны были быть легкие, печень, сердце и другие органы, теперь виднелись лишь аккуратно обрезанные и словно запаянные сосуды нервы. Тело мужчины напоминало кузов автомобиля, из которого вынули двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты, замотав кабель и провода изолентой. Но паника патологоанатома была вызвана вовсе не фактом изъятия органов несчастного. Самое загадочное обстоятельство заключалось в том, что при жизни мужчина, судя по всему, никогда не переносил операцию. Даже шрама от вырезанного аппендицита у него не было. Единственный разрез произвел сам медик полчаса назад, так что потерпевшего не просто вычистили. Кто-то или что-то умудрился сделать это, не повредив внешнюю оболочку. Каких-либо объяснений или догадок ни у участкового, ни у сотрудника морга так не появилось. Картина произошедшего была слишком невероятной, чтобы строить предположения. Вдобавок ко всему, судя по отдельным признакам, смерть потерпевшего наступила вовсе не в новогоднюю ночь, а недели ранее. Впрочем, после увиденного, тот факт, что одинокий мужчина каким-то образом двигался, говорил и открывал дверь на протяжении семи дней после своей гибели, уже ни у кого не вызвал особенного шока. В общем, участковый, поразмыслив, передал дело вышестоящей инстанции. Кто занимался расследованием дальше и каким выводом пришел, сотрудник не знал, да и не горел узнать. Для себя объяснение он нашел и на этом успокоился, постаравшись как можно быстрее выбросить весь этот кошмар из головы. Видно, одинокий житель Новозаревской двушки решил тоже сделать кому-то новогодний подарок и преподнес в качестве презента свое сердце, причем в буквальном смысле, а вместе с ним и другие жизненно важные элементы своего организма. Кто знает, может теперь кто-то гордо носит их в своей утробе, праздно прогуливаясь по городским улицам после захода солнца. Самое вкусное варенье Странных людей, точнее людей со странными девиациями и психологическими особенностями у нас в Новозаревске всегда хватало запасом. Обычно это просто всякие безобидные фрики или городские сумасшедшие, но бывают и персонажи вроде буйного бати из родного мизинца и испятившего сени из соответствующей пасты. Впрочем, даже они не идут в сравнение с героем истории, которую я сейчас поведаю. Причины ментальных отклонений среди жителей города, насколько я знаю, никто целенаправленно не исследовал, а возможно стоило бы. Лично я считаю, что под всем этим кроется нечто гораздо большее, чем обычное урбанистическое безумие. Я, разумеется, никак не могу доказать свои подозрения, но все же. В общем, в конце 70-х годов прошлого века в одном из районов города провели целую милицейскую операцию по розыску, опознанию и задержанию особо опасного маньяка. Провели успешно и преступник оказался в камере предварительного заключения. к нему вызвали мозгоправо из психиатрической клиники, но не за тем, чтобы поправить душевное здоровье подозреваемого, а за тем, чтобы определить степень его вменяемости. В общем, специалист прибыл, и милиционеры провели его в комнату для допросов, где уже ждал скованный по рукам и ногам злоумышленник. Наедине с душевгубом врач провел чуть больше часа, а затем вышел из камеры и задумчиво отправился писать отчет о состоянии пациента. Подробности того, что поведал ему собеседник, медик долго держал при себе, но однажды все-таки поделился имя со своим приятелем, который позже и рассказал мне эту странную загадочную историю. Итак, все началось с детства. Это вообще не редкость для серийных убийц. Многие из них однажды испытывают сильнейшее потрясение, связанное с тем или иным аспектом бытия, отчего у них напрочь переклинивает межушное пространство и в буйной голове начинают рождаться нехорошие мысли и раздаваться зловещие голоса. Впрочем, в детстве нашего героя звали его, кстати, Алексей. Никакой адской жести не случалось, его не избивали и не унижали. Леша не видел гор трупов на скотобойне и не подвергался насилию или типа того. В общем, психику ребенка не испытывали напрочность невыносимым стрессом и не пытались пропихнуть что бы то ни было в непредназначенные для этого технологические отверстия. Леша был обычным новозаревским пацаном. Он учился в начальной школе, гулял с друзьями, да иногда бывал у бабушки в деревне. Собственно, в этой самой деревне и начались метаморфозы. Однажды бабушка сварила к приезду любимого внука варенье по секретному рецепту, передающемуся в семье из поколения в поколение. А Леша села обедать, и старушка после того, как ребенок дает второе, предложила ему намазать вареницы на хлеб с маслом. Мальчуган не отказался и ему очень понравилось. Понравилось настолько, что за месяц, проведенный на участке гостеприимной родственницы, он употребил почти все запасы сладкого малинового десерта. Скоро наступил август и родители забрали маленького Лешу обратно в город, ибо скоро начинались занятия в школе. Паренек очень не хотел уезжать, но делать было нечего. Бабушка, впрочем, собрала ему небольшую сумку с гостинцами, куда положила две оставшихся банки с так понравившимся ребенку вареньем. Лакомство быстро закончилось, а мальчику все не удавалось еще раз выбраться к бабуле в гости. Прошла осень, за ней зима. На новогодние каникулы мама с папой взяли сыночка с собой на отдых в теплые края. Тот всеми силами пытался уклониться от семейной поездки и провести праздники у бабушки, но все было уже спланировано, билеты куплены, так что школотрону осталось лишь повиноваться воле старших. Батя выдал сыну профилактический подзатыльник, и на этом пререкания завершились, а когда семейство вернулось из тура, выяснилось, что старушка тихо и мирно двинула коней. Родители жутко расстроились, а Леша вовсе впал в полнейший ангст, ведь он понял, что те две банки были последней порцией чудесного бабушкиного лакомства. Со временем мальчик начал забывать вкус того невероятного варенья, но однажды он с удивлением вспомнил его вновь. Леша был довольно аккуратным и ловким ребенком, но все мы время от времени получаем ранения и травмы. Вот и мальчонка, как-то придя со школы домой, решил отрезать себе бутер с колбасой и случайно полоснул по пальцу кухонным ножом. Из ранки показалась капелька крови, и Леша инстинктивно прильнул к ней языком, как делали в подобных случаях взрослые. И тут юнец с удивлением почувствовал, что кровь отдает малиной. Но не просто малиной, а малиновым вареньем. Леша не поверил своему счастью. Он, похоже, нашел способ еще раз прикоснуться к тому забытому родному лакомству. В общем, дальше начался процесс медленного, но верного движения вниз и тотальной маргинализации неокрепшего Сосницкого. Свои эксперименты мальчик начал с голубей, а затем переключился на дворовых кошек и собак. Впрочем, как он не старался найти источник невероятного наслаждения. Все было не то. И вот, когда парень уже подрос и поступил в ВУЗ, он, наконец, решился и стал исследовать живность покрупнее. Собственно, как вы уже поняли, в этот момент и появились первые сообщения об очередном новозаревском маньяке. Прохожие иногда натыкались на растерзанные тела мирных жителей города, валяющиеся в кустах и на тропинках парков и лесополос. То, что действует именно один поехавший маньяк и преступления, связанные между собой, стало ясно почти сразу же. Во всех случаях прослеживались идентичные черты и характер действий злоумышленника. Некто буквально потрошил своих жертв и сливал с них кровь. Вампиров и оборотней стражи закона верили слабо, а вот въебанутых на всю башню извращенцев вполне, так что, не откладывая в долгий ящик, они начали розыск по горячим следам. Впрочем, найти Алексея быстро, а то, что тем самым душегубом был именно он, вы, думаю, уже поняли, не вышло. Операция по поимке продолжалась не один год, и вот, наконец, следственные действия принесли свои плоды, и к сибирскому потрошителю нагрянули маски шоу. Неожидающего гостей Лешу повалили мордой в пол и надели наручники. Пока коренастые оперативники тыча дулом автомата вели задержанного к милицейскому УАЗу, следователь в компании двух понятых начал полномерный обход жилплощади и, зайдя на кухню, охуел. В полном смысле этого слова холодильник и шкафчик и гарнитура были заставлены банками и емкостями сбора субстанций. Одна из банок была открыта, из нее отчетливо разносился железистый запах. В морозилке обнаружились запасы ягод, всевозможных фруктов и несколько тщательно завернутых в пищевую пленку человеческих конечностей. На столе прямо на разделочной доске лежал надкушенный бутерброд с хлебом, маслом и тем самым вареньем по особому рецепту. Неподготовленный к такому трэшу свидетелей тут же вывернуло прямо настоящие в углу мешки с сахаром, а следователь начал фиксировать обстановку, делая дрожащей рукой заметки в рабочем блокноте. Дальше был суд и вынесение приговора. Как не пытался сотрудник психиатрической клиники убедить милицию и судью в том, что Алексей абсолютно неадекватен, те напрочь игнорировали его доводы. Преступник наворотил слишком много дел, так что, дабы не допустить общественного негодования, сверху было отдано устное распоряжение насчет его судьбы, и суд вынес единственный возможный приговор – расстрел. Тихим субботним вечером тюремный надзиратель вывел арестанта из камеры и повел на прогулку. На половине пути по мрачному и обшарпанному коридору изолятора вертухай достал из кобуры уже взведенный пистолет Макарова, спокойно направил ствол в затылок ничего не подозревающего Леши и надавил на спусковой крючок. Вот так и закончился путь новозаревского истязателя на грязном полу в луже вытекающей из головы крови. Впрочем, намного позже тот самый надзиратель порой пускался в воспоминания о былом. Однажды, немного перебрав беленькой и разоткровенничавшись, он сообщил удивленному собеседнику, что когда мертвый маньяк упал на плиты тюремного коридора, в воздухе появился а приятный малиновый аромат. Тюремщик не удержался и, убедившись, что никто не видит, обмакнул палец в рану и попробовал языком. На удивление, было похоже на варенье. Вероятнее всего, у сотрудника колонии просто уже начала ехать крыша, отдавящая обстановки изолятора. Он мог наслушаться рассказов арестанта и надумать всякого. Но, быть может, бабуля Алеши и правда знала некий секретный рецепт самого вкусного варенья. Страж спальных районов Я думаю, читатели моих рассказов и зрители канала уже успели понять, что Новозаревск город, мягко говоря, необычный. Тут происходит много всякой чертовщины и далеко не все события можно объяснить с точки зрения логики и здравого смысла. Порой люди бесследно исчезают, погибают при загадочных обстоятельствах или просто до неузнаваемости изменяются, переходя, скажем так, на другой уровень бытия. Часть происшествий удается расследовать и найти хоть какие-то адекватные причины случившегося, но это получается далеко не всегда. В числе многочисленных слухов и легенд, которые из уст и уста передают местные жители, есть одна поистине достойная того, чтобы о ней рассказать. Знаете, у многих населенных пунктов, да и целых стран и регионов есть символические покровители или, если так можно выразиться, тотемные существа. В Великобритании это дракон, единорог и лев, в Дании бабочка и лебедь, в Германии само собой орел, ну, а покровителями Зимбабве, судя по флагу, являются Мотыга и старый добрый автомат Калашникова. Надо сказать, это многое объясняет. У Новозаревска тоже есть свой символ. Его, правда, не отыщешь на гербе и прочей городской символике, да и особенно кичиться достопримечательностью никто не торопится, стараясь вообще лишний раз не говорить об этом слух. Впрочем, в отличие от многих уголков Земли, здешний обитатель вполне реален. В этом жители сходятся единогласно. Я хотел бы просто описать вам того, о ком идет речь, но, увы, это не так легко сделать. Все дело в том, что мало кто видел его собственными глазами, а большинство тех, кто утверждает, что видели, нагло лгут. Лично я наблюдал стража. Так пафосно его прозвали сами новозаревцы, так что с меня взятки гладки. Лишь однажды, и то мельком. Как-то вечером я возвращался от друга. Мы с ним тогда знатно посидели под пивко, уже смеркалось, но было достаточно светло, чтобы видеть окрестности, да и уличные фонари давали какое-то подобие света, поэтому прогулка была вполне комфортной. Мой путь пролегал через спальный райончик под названием Дощатка. Хрен его знает, откуда взялось такое имечко. Вроде раньше здесь был дерево обрабатывающий комбинат или типа того. Я спокойно топтал ногами октябрьскую слякоть и с удовольствием предвкушал, как сейчас приду домой, заварю крепкого чайку и запущу на ноуте третьих героев. Буду понемногу отходить от попойки, а когда совсем смотрят, завалюсь спать и продрыхну до завтрашнего обеда. Эти мысли улучшили мое и без того замечательное настроение, и я остановился у лавочки во дворе какой-то многоэтажки. Час был уже поздний, так что жители микрорайона попрятались по своим квартиркам. На улице было чудесно. Ни прохожих, ни хулиганов готовых поживиться за мой счет. Только я и вечерняя прохлада. Я вытащил из кармана пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и прикурил. Дымок неспеша поднимался в темнеющее небо и растворялся в свежем воздухе. Я сделал очередную затяжку и вдруг услышал шорох. Знаете, это днем резкие звуки из кустов не вызывают особых эмоций. Но когда ты слышишь что-то в ночной тишине, это воспринимается совершенно иначе. Думаю, те, кто хоть раз прохаживались в одиночестве по темному лесу, меня хорошо поймут. Проскочит по тропинке в свете фонарика мышь или белка, а у тебя уже пульс под 120. Впрочем, я был все еще в состоянии легкого подпития, поэтому шорох меня не слишком напугал, однако выдернул из мира грез и мечтаний. Я внимательно вгляделся в колышущуюся на ветру листву, ожидая, что оттуда вывалится какой-нибудь забулдыга и попросит сигаретку, однако ничего так и не произошло. В полных непонятках я затушил окурок о край урны и достал из кармана фонарь, нажал кнопку, посветил в сторону зарослей. Пусто, но ветка яблони покачивается, причем не от ветра, а будто кто-то задел ее несколько секунд назад. Праздничное настроение сняло как рукой, и я, спешно вернувшись на пешеходную дорожку, продолжил свой путь, стараясь держаться в лучах уличных ламп. Когда я миновал этот двор и зашел следующий, откуда-то сверху раздался не то смешок, не то бормотание. Я инстинктивно поднял голову и оглядел стену здания. Наверное, какой-то мужик тоже решил насладиться тихим вечером и вышел на балкон покурить. Однако все окна были темны, жильцы определенно спали. Послышался очередной шорох, напоминающий хлопанье крыльев или шелест одежды на ветру, а затем смех повторился, но уже с другого дома. Звук был короткий и совсем тихий, но в ночном безмолвии расслышать его не составляло труда. Само собой, тут я уже пересрался не на шутку. Может, это какие-нибудь юмористы решили приколоться над одиноким прохожим, но выяснять мне как-то не хотелось. Я быстро зашагал в сторону расположенной за двором парковки и, выйдя на нее, немного расслабился. Стоило, наверное, просто продолжить путь и спокойно вернуться домой. Собственно, это я и сделал, но сначала сам не знаю зачем решил обернуться, когда я, не сдержав любопытство, направил луч фонаря на крышу оставшейся позади шестнадцатиэтажки в его свете. Я увидел некую фигуру. Нет, это был не монстр с перепончатыми крыльями или окутанный языками пламени демона с глубин ада. На крыше виднелся недвижимо стоящий и наблюдающий за мной силуэт мужчины или молодого парня. С этого расстояния разглядеть подробности я не мог, но заметил, что на голову незнакомца надвинут темный капюшон. Возможно, мне показалось, но человек, если это был человек, хищно улыбался. Я быстро убрал фонарь и приготовился бежать. Почему-то мне казалось, что встреча с этим не сулит ничего хорошего. Как вдруг силуэт ожил и, развернувшись, побежал по крыше прочь, скрывшись из виду. Мгновение спустя я заметил, как в темном небе что-то взмыло ввысь и исчезло в переплетении антенн и коммуникаций соседней постройки. Той ночью домой я вернулся не то чтобы испуганный, но изрядно задумавшийся. О страже, а в том, что это был именно он, у меня не было ни малейшего сомнения. Я слышал раньше, но не думал, что увижу его собственными глазами. Да и в его реальность я, разумеется, не верил, пока не столкнулся с этим существом лично. Не знаю, почему именно страж, мне кажется, ему больше подошло бы другое прозвище, например, прыгун. Помните одноименного монстра из небезызвестного шутера про четверку выживших в зомби-апокалипсисе? Именно с ним у меня и ассоциировался данный товарищ. Как я уже говорил, о страже в нашем городе слышали многие. Именно с ним, например, связаны кажущиеся приезжим странными суеверия. Вы редко увидите оставленные открытыми на ночь окна в домах, а при звуках раздающихся с мансарты крыш, люди стараются затаиться и не дышать. Впрочем, последняя, как по мне, глупость. Насколько я мог заметить, существо двигается не просто тихо, оглушительно беззвучно. Думаю, оно просто хотело развлечься и попугать припозднившегося путника. Только поэтому я и смог его заметить. Если бы страж хотел подкрасться ко мне тем вечером незаметно, не хочу об этом даже думать. Хорошо, что у него, видимо, были другие дела. Скажете, а с чего я вообще приписываю ему какие-то наклонности насильственного характера? Ну, не знаю, как у остальных, у меня-то ведь есть друзья в структурах. Вот я с одним из них как-то и поднял эту тему за кружкой вина, и вот этот самый товарищ как-то сразу стушевался и начал менять тему, но я настаивал, так что он поведал некоторые подробности, взяв слово никому не трепаться. Видимо, слово я уже не сдержал, но так и быть, постараюсь загладить вину и имена фамилий называть не буду. Скажу только, что тема с открытыми окнами родилась не на пустом месте. Люди у нас в городе пропадают и умирают. Не часто, но при очень уж любопытных обстоятельствах. В практике моего товарища есть больше сотни случаев, когда в запертой изнутри квартире обнаруживали хладное тело. Часто это выглядело как несчастный случай. То бабуля подскользнется и расшибет буйную головушку фаянсовую раковину, то молодая студентка на кухне напорится на собственный разделочный нож. Все это можно было бы спокойно отнести к разряду трагических совпадений, если бы не одно но. Во всех этих случаях было два характерных обстоятельства, ну, помимо запертой двери и отсутствия признаков проникновения. Во-первых, все зеркала в жилище были вдребезги разбиты. Во-вторых, всегда было настежь распахнуто окно. Так что или банда маньяков-скаволазов, не оставляющих следов, или наш с вами знакомый. Но это еще цветочки. Как вам, например, случай, произошедший в элитном коттеджном поселке на окраине. Была гулянка по случаю покупки одним из гостей новенького внедорожника. Люди спокойно бухали в баньке, обмывая четырехколесное полноприводное счастье. Хозяин семейства как раз вернулся с работы домой, купив по дороге бутылочку хорошего полусладкого. Мужик поприветствовал жену и поднялся в спальню, дабы переодеться. Его благоверное что-то забыло, вернулась на кухню и решила зайти к супругу, спросить, не надо ли ему чем помочь. Открыла дверь в спальню и с ужасом увидела стоящую посреди комнаты фигуру. Незнакомец держал вытянутой руке здоровенный нож, на клинке которого буквально повис уже умирающий глава семьи. На удивление злоумышленник не напал на охреневшую от увиденного женщину. Вместо этого он злобно оскалился, прыгнул в окно и скрылся из виду, растворившись в ночной мгле. Приехавшие менты даже сначала решили, что Тян сама пырнула муженька и инсценировала нападение, ведь никаких следов под окном не было, словно кто-то выпрыгнул, но не приземлился на газон, а полетел дальше. Уж не знаю, чем эта история закончилась, да и не слишком важно. Или вот сторож захудалого дачного общества, мужик совсем как я тогда, покуривал у чьего-то заборщика и вдруг увидел, как по крышам скачет нёх. Это я к чему? То, что страж есть, неоспоримый факт, а вот его цели и намерения, тайна покрытая мраком. Я не знаю, зачем он шляется по ночным крышам, пугая общественность, зачем убивает ни в чём не повинных новозаревцев, и даже не знаю, кто он вообще такой, или что такое. Знаю только, что эта фигура окутана ореолом таинственности и мистики. Наверное, загадки новозаревского стража никому не суждено разгадать до конца. Может, это какой-то бетард-мутант, наделённый суперсилой, может самый настоящий дух этих мест, принимающий человеческое обличие. Я знаю только, что если вы когда-нибудь будете в наших краях, и тем более, если решите остаться на ночь, постарайтесь лишний раз не привлекать внимания и закрывайте окна перед сном. Впрочем, если страж вас выбрал, то уже ничего не спасёт. Любительский радиоперехват раз уж начал делиться с вами россказнями о самых таинственных новозаревских байках, поведаю ещё одну трустори. Я уж не знаю почему, но в большинстве подобных историй фигурирует автомобиль или ещё какое-то средство передвижения. Ну, в каком-то смысле оно, конечно, понятно. Всё-таки город, дороги и цивилизация. Так или иначе, эта байка не исключение, и тачка в ней тоже засветилась. К тому же непростая. Знаете, профессия фотографа, специализирующегося на снимках для газет и новостных порталов, может кому-то показаться атовизмом, но это нифига не так. Времена нынче другие, конечно, но на таких вот Питеров Паркеров до сих пор есть спрос. И ещё какой. Я не то чтобы глубоко погружён в провинциальную журналистику, но в общих чертах представляю, как работает сложный механизм донесения информации до населения. И вот на местное издание, делающее упор на криминальные новости, работал, значит, фотографом один паренёк. Занятие это интересное и увлекательное, но требующее определённой сноровки, смелости и наглости. Да и чего грех оттаить, подчас пиздец какое опасное. В обязанности корреспондента, да ещё с такой спецификой, входит фиксирование всяческих трэшовых аспектов бытия. Парню не раз приходилось бывать на местах серьёзных аварий с кучей жертв, присутствовать на судебных заседаниях, где решалась судьба отъявленных головорезов и бандитов. Когда ничего серьёзного в городе не происходило, фотограф выезжал вечером на малолитражке в пригород и катался по дворам в поисках эксклюзива, держа на готове свой Никон. Жизнь фрилансера тяжелая и извилиста. Пареньку приходилось порой лезть в совсем уж сомнительные места, чтобы добыть пару хороших кадров. Чего не сделаешь, дабы заработать себе на пропитание. Правда. Собственно, тот вечер был именно из данной категории. У парня в рюкзаке, помимо камеры, скромного перекуса, всякой нужной электроники и так далее, была ещё и китайская рация пятиватка. В обычной жизни этот гаджет, конечно, не слишком применим. Но только если вы не турист, охотник или поехавший на теме выживания тактикольщик. Кстати, респект всем, кто угорает по милитаристайлу. Но вот для журналистов фрилансера самое оно. Конечно, слушать через неё серьёзные переговоры силовых структур не выйдет. Всё-таки подобные вещи происходят в цифре и защищены шифрованием, как раз чтобы всякие додики не спамяли в эфире со своих копеечных балакалок. Но скорая, пожарная, всякие рабочие, да и некоторые патрульные автомобили или сотрудники всё ещё пользуются дешёвой коротковолновой связью. Я не буду сейчас сдаваться в подробности и обсуждать плюсы и минусы частот, благо мы тут собрались не за тем, чтобы послушать лекцию об особенностях радиосвязи. Скажу только, что двойка и 70 сантиметров сносно работают в условиях города, особенно на коротких дистанциях. К чему я? В общем, анонс сидел за рулём своей невзрачной Хонды и жевал бутерброд с сыром, сканируя частоты городских служб. Рация изредка оживала, и в эфир выходили медработники, передающие какие-то данные пациентов с коряка. Менты порой перекидывались пары одним им понятных фраз. В какой-то момент фотограф стал невольным свидетелем развернувшейся квартирной драмы. Женщина вызвала сотрудников правопорядка, так как в дверь кто-то неудержимо ломился на ночь глядя. Опера прибыли на вызов и, судя по переговорам, были готовы чуть ли не к боестолкновению в подъезде Хрущёвки. Но развязка истории оказалась до смешного банальной. Мужа хозяйки, который должен был быть на ночной смене, пару часов назад с треском уволили за пьянство на рабочем месте. Тот до ужаса огорчился и ещё поддался горе. Жена, естественно, супруга ждала только утром, поэтому, когда в дверь начали барабанить и что-то мычать, женщина не на шутку перепугалась, но в итоге оказалось, что это был как раз её благоверный, до того пьяный, что говорить мужчина уже не мог, и ему оставалось только нечленораздельно крепотно бормотать. В общем, ничего особенного вечер не предвещал. Корреспондента уже понемногу начало клонить сон. Парень доел свой бутерброд, отпил из термоса с чаем и решил немного вздремнуть. Он откинул сидушку и закрыл уставшие глаза. И вот, когда он уже почти погрузился в уютное объятие морфея, из шипения помех приёмника пробился голос. «Ящик доставили. Ждём дальнейших распоряжений. Предвестник выехал». Звучало обращение необычно. То ли это какой-то шифр, то ли кто-то хинея в эфире отнефиг делать. Ящик, предвестник, у них там что, сход королевиков и конкурс на самый упоротый позывной? «Вас понял, монгол, предвестник оповещён. Выдвигается к вам. Координаты прежние? Так точно. Жду входа в объект». «Приняли. Конец связи». Фотограф сам не понял, что его так заинтересовало в этих переговорах. Ни о каком криминале или ещё какой жести речи в них не шло, так что вряд ли получится щёлкнуть что-то отдельное для новостников. Но отчего-то необычные формулировки и позывные заинтриговали искателя приключений. К тому же, судя по кристальной частоте сигнала, некто по прозвищу Монгол находился совсем недалеко. Связываться с переговорщиками лично парень счёл неразумным. Что бы там у них ни происходило, посторонний в эфире наверняка пустить разгадку или ещё хуже найти себе на задницу неприятностей, если окажется, что это какая-то операция силовиков. Впрочем, как вы уже поняли, любопытство и желание удовлетворить тягу к неизведанному перебороли здравый смысл и фотограф начал поиск. Город ночью буднего дня всегда пустеет, а уж пригороди совсем будто после ядерной войны. Поэтому, когда по рации сообщили, что некий предвестник уже подъезжает, оставалось лишь ждать. Парень припарковал свой хэтчбек в обочине широкой дороги, являющейся одновременной трассой, ведущей за город и единственным въездом на территорию района. Конечно, неясно было, с какой стороны должна прибыть группа. Вряд ли этот самый предвестник едет в одиночестве, но за годы работы у нашего героя развилось обострённое чутьё, так что он подумал и решил ждать у съезда с Новозарьевского моста. Спустя 15 минут мимо проехала побитая жизнью шестёрка. Фотограф тихонько выглянул из салона своего авто, но за рулём таза весело общались два каких-то юнца, а из динамиков раздавался безвкусный мозон, так что фрилансер проигнорировал детища родного автопрома. Раз уж переговорщики используют такие обтекаемые формулировки, вряд ли они будут спешить на вызов, оглашая кругу русским рэпом. Прошла ещё четверть часа, и рация вновь ожила. Раздалось короткое «встречайте», а затем характерный звук оповестил, что на этом сообщение окончено. Фрилансер затаился в салоне своей Хонды, взволнованно вглядывая с зеркала бокового вида. Через мгновение о свете уличных фонарей показался огромный пикап. Парень не очень разбирался в марках авто, но, когда внедорожник проехал мимо, на задней стороне кузова он разглядел крупную надпись «Тундра». Сомнений в том, что именно этого момента он ожидал у корреспондента не осталось. Он, выждав, когда пикап завернёт, спешно завёл мотор и рванул следом, держась на приличном расстоянии. Ночью автомобильная слежка дело тяжёлое и требующе богатого опыта. К счастью для нашего героя, у него был такой опыт, ибо, как я уже говорил, в подобной профессии приходится учиться быть осторожным. Внедорожник проехал несколько кварталов вглубь района, а затем остановился у захудалого супермаркета. Когда Тундра въехала во двор магазина, откуда-то неподалёку, как по команде, отъехал невзрачный седанчик, и укатил в темноту. Судя по всему, тот самый Монгол. Видимо, это был наблюдатель, в обязанности которого входила разведка обстановки перед появлением важной шишки. Фотограф наблюдал, как из внедорожника вышли два здоровенных мордоворота и скрылись в разгрузочном шлюзе супермаркета. Через некоторое время они появились вновь, погрузили в кузов своего авто какую-то коробку или ящик и уехали. Преследовать загадочную компанию, дальше фрилансер побоялся. Мало ли, что у них тут за дела. Он сделал пару хороших снимков и поехал домой, решив, что вернется сюда следующей ночью. В этот раз все было тихо, ни переговоров по рации, ни приезда подозрительных личностей. А вот через день случилось то, что заставило любителя приключений пересмотреть свои взгляды на то, чем стоит зарабатывать на жизнь и стать куда менее любопытным. Фотограф вновь караулил у супермаркета. Вечером он заметил, как туда сначала вошел мужик за 50 с сумкой наперевес, а чуть позже компанию ему составил совсем молодой, но очевидно сильно стревоженный чем-то парнишка с тяжелым рюкзаком. Спустя некоторое время к зданию магазина вновь подъехала та самая черная тачка, но на этот раз без какого-либо предупреждения. Из нее вновь выгрузились громилы и через пару минут выволокли из супермаркета до смерти перепуганных рабочих. Мужик в годах пытался огрызаться, а парнишка лежал и нам мямлил что-то. Суть конфликта естественно была для корреспондента непонятна, но он с ужасом понял, что напарника все час похоже будут убивать. Он хотел было позвонить в полицию, но профессиональная жилка пересилила чувство гражданской ответственности и вместо телефона парень схватил фотоаппарат. В этот момент из тундры вылез представительный хмырь в шляпе, подошел к перепуганным рабочим и начал что-то им втирать. Фрилансер все это время без устали щелкал затвором камеры, убедившись, что вспышка выключена. Если бы его сейчас заметили. Что ж, наверное, поступили бы так же, как и с теми двумя, ведь после недолгих пререканий их скрутили и, не обращая внимания на сопротивление, столкнули в багажник внедорожника. На этом моменте нервы стрингера сдали окончательно. Он бросил зеркалку на пассажирское сидение и постарался как можно лучше заныкаться в салоне, ожидая, когда отморозки уедут. Едва тундра скрылась за поворотом, возя похищенных черт знает куда и зачем, фрилансер, дрожа всем телом, покинул эти зловещие места. У него были мысли последовать за бандитами или выйти осмотреть место преступления, но жизнь была дороже. Что именно произошло той ночью и за что так обошлись с незрачными работягами его уже не волновало. Тот случай он постарался как можно быстрее выкинуть из головы, но на память остались несколько фотографий, хранящихся в хорошо спрятанной вне дрожжевского диска папке. На них был изображен элегантный мужчина в черной шляпе, ехидно наблюдающий как подопечные пакуют пленников. В общем, далеко не все пропажи и исчезновения в нашем городе связаны с мистикой. Как говорится, нет страшнее зверя, чем человек. Пазл предсказания Спрашивали тут, а были ли у нас когда-то пророки предсказатели? Ну, таких, как Ванга и Нострадамус, конечно, я не встречал, но кое о чем подобном рассказать все-таки могу. Вообще, феномен предсказаний тема довольно скользкая. Таких кудесников по всему миру всегда было навалом, но проблема в том, как определить, угадал ли человек цепь событий или действительно обладает способностью заглядывать в будущее. Даже вокруг громких пророчеств о гибели Титаника, смерти Джеймса Дина, американский актер середины 20 века, если кто не знает. Или в начале Второй мировой войны ходят множество противоречивых легенд и мифов, чего уж говорить о событиях поменьше размахом. Собственно, история. Некий мужчина по имени Петр думал, что подарить своему четырехлетнему сыну на день рождения. Мужик решил прогуляться по центру города да посмотреть, чем можно порадовать чада. Петр побродил по торговому комплексу, но там были только невероятно дорогие игрушки и конструкторы. Пройдя еще немного, мужчина подошел к рынку и остановился у одного из лотков. На деревянном столике были разложены коробки с настольными играми, сборными моделями и пазлами на любой вкус. Рассудив, что мозаика будет отличным подарком для малолетнего сынишки, Петр приблизился и стал изучать картинки. На одной из коробок были веселые котята. Нет, слишком по-девчачьи. На другой кадр из какого-то фильма про пиратов. Для четырехлетки, пожалуй, слишком страшно. Будут потом мальчишки кошмары по ночам сниться. Порывшись еще, мужчина удовлетворенно кивнул и вытащил из стопки пазл с изображением центральной площади Новозаревска. Вот это то, что нужно. И не опасно для детской психики и даже в какой-то степени поможет развитию. Надо же знать родные места. Петр достал из кармана наличность, расплатился с продавцом и довольный потопал в сторону трамвайной остановки. На следующий день Петр вместе с женой преподнесли сыну подарок. Тот с любопытством начал разглядывать коробку и после небольшого семейного застолья отец уселся с сынишкой прямо на ковер и распаковал пазл. Мужчина высыпал на пол кусочки мозаики и начал объяснять ребенку что это и как пользоваться. Скоро к ним присоединилась и мать. Семья дружно сидела в своей квартире собирая по кусочкам солнечную картинку. Вот один угол уже был готов. Из непонятной каши начали вырисовываться силуэты высоток и фонарных столбов. Через несколько минут показалась главная улица. По ней ехали многочисленные машины и шли взволнованные пешеходы. Видимо праздник или парад. Петр повертел в руках ярко-красный фрагмент не понимая куда его пристроить. Затем он нашел пустое место и поместил кусочек картона прямо туда. Оказалось что это была спешащая на вызов пожарная машина. Немного позже изображение начало принимать странные черты. Правая половина пазла резко отличалась от той которую уже успели сложить. В ярко-голубом небе клубился дым. А та пожарная машина как оказалось неслась к пылающей полуразвальной девятиэтажке стоящей почти в самом центре города. Когда пазл был готов муж недоуменно переглянулся с женой. Сынишка весело сказал «Смотри папа пожар». Папа задумчиво уставился на мозаику. На коробке ничего такого не было. Тоже изображение те же дома, но никакой катастрофы. Тот день рождения тем не менее не омрачила зловещая шутка, которую очевидно устроили работники типографии, напечатавшей мозаику. Родители отрезали всем по кусочку торта и съели лакомство с чаем, стараясь не вспоминать про пазл. Петр вспомнил про него год спустя. Он ехал на работу в набитом людьми автобусе, как вдруг мимо пронеслась ярко-красная машина, оглашая округу сиреной. Раздался оглушительный взрыв, и автобус резко остановился. Петр испуганно вылез из салона и не поверил своим глазам. Воспоминания о подарке всплыли в голове мгновенно. От той самой высотки остался лишь покосившийся, охваченный языками пламени остов. Здание пылало огнем, а Петр заворожено смотрел, как поднимается в голубое небо столб черного дыма. Как выяснилось позже, произошла утечка газа, которая привела к чудовищным последствиям. Смертоносная субстанция накопилась в подъезде лифтовой шахте, а затем случайная искра выступила в роли детонатора и разорвала дом на куски. К счастью, был будний день, в момент взрыва на дороге горел красный сигнал светофора, так что, когда огненный шар вырвался из недр девятиэтажки, вокруг было довольно мало людей, погибло 15 человек, а тех, кто получил ранение, никто особенной не считал. Трагедия могла стать куда серьезнее, произойти несчастье вечером субботы или в час пик. Собственно, вот как-то так, что это был за пазл такой, так и осталось загадкой. Может, взрыв был не случайным, и какие-то злоумышленники решили его таким образом затизерить, но как они с такой точностью угадали время, место и погодные условия? Как узнали, что именно в этот момент по главной улице будет ехать пожарка, которой придется слегка изменить планы и заняться тушением новообразованного очага возгорания? А может, невинная детская мозаика и правда была с подвып вертом? Может, кусочки картона пытались предупредить о грядущем? Так или иначе, мужчина, будучи взрослым и разумным человеком, решил, что не стоит придавать этому большого значения. Впрочем, с тех пор он, тем не менее, стал куда серьезнее относиться к знамениям и предсказаниям. Платный проезд Случай, о котором я сейчас поведаю, произошел на длиннющей южной трассе, ведущей из Монголии в Новозаревск и дальше в глухие сибирские дебри, ну, или в обратном направлении. Тут зависит от того, куда вы едете. Мужчина по имени Евгений стоял у дороги и голосовал в надежде поймать попутку. Женя гостил родственников в Барнауле и теперь стремился вернуться в родной город. Из денег у него было только две тысячных купюры, да еще некоторое количество мелочи на дне кошелька. Личным транспортом он не обзавелся, но унывать не приходилось, так как между городами он путешествовал часто и хичхакинг солидно экономил наличность. Когда Женя неделю назад ехал в Барнаул, его подобрал одинокий дальнобойщик и по доброте душевный даже не стал брать с автостопщика плату за проезд. Водила был рад компании, да ему все равно было по пути. В общем, Евгений ждал очередного доброго самаритянина, который поможет ему проделать нелегкий путь назад. Мимо проносились автомобили, но никто не спешил останавливаться, и вот из редкого транспортного потока высунулась морда старенькой Волги. Седан покачиваясь и рыча мотором, подкатил поближе остановился. Просить дважды нашего героя не требовалось. Он привычно открыл заднюю дверь, вежливо поздоровался с водителем, закинул свои пожитки и уселся на переднее пассажирское. После недолгого торга сошлись на пятиста. Евгений вытащил из кармана помятую купюру, он смело засунул ее туда специально, чтобы водитель вдруг не решил, что у него есть еще. Но типа едет на последний, весь такой бедный и несчастный, вы короче поняли, и передал мужчине, который представился Григорием. Тот в свою очередь покопался в нагрудном кармане своей старенькой рубахи, достал сдачу и сунул ее Жене, лукаво улыбаясь. Евгений не глядя убрал деньги обратно в карман и пристегнулся. Волга, скрипнув изношенными тормозами, тронулась и вклинилась обратно в тянущуюся по дороге череду машин. Григорий сразу показался Жене, ну, не то чтобы подозрительным, скорее необычным, и сам водитель, и салон его тачки прямо веяли стариной. Мужчина был вполне молод, на вид ему было лет 35, но одет был в старую рубаху, потертые пыльные штаны, а на голове красовалась соломенная шляпа. Евгений поразмыслил и решил, что водила наверное просто или бедный оборванец, или угорает по ретро. Ну, а что касается обустройства машины, тут в общем-то ничего удивительного. Да, авто старое, и торпеда тоже выглядит будто только что со свалки, но народ нынче не слишком шикует, и ездит на чем придется. Рукоедка переключения скоростей была украшена затейливым набалдашником. В прозрачную эпоксидную смолу, отливающую кислотно-зеленым, был заточен небольшой кристаллик, красиво переливающийся в вечернем свете. Женя поразглядывал интерьер Волги, перекинулся с Григорием парой дежурных вежливых фраз, они обсудили расход топлива, состояние дорог и отношения к действующей власти. Подобные диалоги Евгений уже знал наизусть. Как я уже сказал, на попутках он катался часто, и все разговоры были похожи друг на друга, как две капли воды. В какой-то момент воцарилось молчание, и Женя, поняв, что Григорий тоже, судя по всему, не горит желанием трещать за жизнь, уставился в проносящийся за окном лесной пейзажик, откинувшись на спинку кресла. Когда Евгений очнулся от своей дремы, на улице уже смеркалось. Он спросил у Григория, где они едут, на что тот ответил, что уже скоро прибудут на Азарьевск. В виднеющихся за лобовым стеклом очертаниях действительно угадывались окрестности города, вот только было в них что-то непонятное. Что именно смутило автостопщика, он сразу не понял и пригляделся внимательнее. Вместо пусть не идеальной, но все же асфальтовой трассы под колесами Волги проносилась размытая дождем грунтовка. Неужели ремонтники успели так раскопать дорогу, пока Жени не было? Панорама города, угадывающаяся вдалеке, тоже была подозрительной. Темные силуэты зданий выселись на горизонте, но в них не было ни одного светлого окна. Может, авария на подстанции? Но неужели сразу во всем городе нет света? Дорожных знаков, разметки, светофоров и линий электропередач тоже нигде не было. Евгений заметно напрягся, уже начиная думать, что сел в тачку какому-то маньяку, похитившему его по одному богу известной причине. Высказывать свои опасения он, впрочем, не спешил, решив сперва разобраться и не пороть горячку. Вот фары выхватили из сумрака каменную стеллу, которой была прикреплена огромная гранитная табличка с названием населенного пункта. Вопреки переживаниям и догадкам, на ее поверхности привычно виднелась фраза «Добро пожаловать в Новозарьевск». Табличка, в отличие от окружающей разрухи, выглядела совсем новой. Наверное, коммунальщики наконец-то отреставрировали старую композицию. Справа показалась лента железной дороги, а несколько минут спустя на ней появились очертания спешащего куда-то состава. Женя расслабил булки, осознав, что ему, похоже, просто мерещится с просонью всякой ахтонь. Он приоткрыл окошко и с молчаливого одобрения водилы закурил. Поезд приблизился, и тут Евгений с удивлением заметил, что локомотив похоже вовсе не электрический, как это принято. Головной вагон освещал себе дорогу огромной круглой фарой, а из торчащей на крыше трубы валил столб густого серого дыма. Вот дела. Это с каких пор железнодорожники вернули в эксплуатацию тепловозы? Или как там называются эти допотопные мамонты? Видно, проводят какую-то экскурсию или развлекательную поездку на классики дореволюционного транспорта. Вообще, в Новозарьевске есть музей поездов, так что подобных раритетов там должно быть в избытке, но Женя никогда не видел, чтобы они колесили по области. Мужчина вообще считал, что все эти экспонаты уже давно утратили способность двигаться и годятся только в качестве затейливых объектов, на которые удивленно и заинтригованно глазеют приезжие. Через некоторое время вокруг дороги начали мелькать строения, только это были непривычные серые панельки, автозаправки и высоченные свечки, так нелюбимые мамкиными градостроителями. Вместо них громоздились какие-то избушки, усадьбы и бараки. Мы что, не по южной едем? Удивленно спросил Женя. Григорий на это только неопределенно махнул рукой и хмыкнул. Навстречу Волге проехал самый настоящий конный всадник, за ним еще один, а чуть позже показалась целая повозка, запряженная тройкой. Экипаж трясся на деревянных колесах, а на его боках горели керосиновые лампы. Все это было похоже на какой-то упоротый слет толкинистов федерального размаха. Но все же объяснить отсутствие привычного жилого фонда и уж тем более слишком эпичный масштаб происходящего Женя не мог даже этническим фестивалем. Он выкинул окурок в окно и тайком сжал в кармане свой верный газовый баллончик. Штука, надо сказать, весьма полезная. Некоторые носят с собой для самообороны резинострел или прости ножи и дубинки. Но справедливости ради ничто так эффективно не охлаждает пыл злоумышленников или решивших выяснить с вами отношения быдланов как порция слезоточивого газа в лицо. Да, от банды убийц перец скорее всего не спасет, но вот угомонить самонадеянного быдлана или одинокого маньяка вполне способен. Огнестрел и ХО вещи безусловно куда более эффективны и основательны. Но по-настоящему оправданы они только если вы держите оборону от отряда вооруженных противников или выживаете в условиях нашествия зомби. Ну и статью за использование баллончика заработать довольно сложно. Нужно или очень постараться или быть совсем дремучим идиотом. Женя зажимал баллончик с перцем в правой руке и понимал, что ситуация в которой он оказался из разряда тех, которых не спасет и тяжело бронированная армейская техника. Чего уж говорить про гражданскую пшикалку. Но так было как-то спокойнее. Слушай, Григорий, где мы твою мать? Ты куда меня зовешь, а? Евгений, ты хотел домой? Мы домой и едем. Не переживай, скоро сам все увидишь. А вот мать собеседника упоминать невежливо. Никогда ведь не знаешь, с кем ведешь беседу и на что он способен. Глянь-ка вон туда. Григорий плавно оторвал руку от рычага переключения передач и указал куда-то вперед. Женя мгновение вглядывался в темный горизонт, не понимая, что хочет показать ему спутник. И вдруг кромешную тьму разрезал яркий столб голубоватого света, устремившийся прямо в затянутые облаками осеннее неба. Зрелище настолько изумило Евгения, что он на мгновение утратил до речи. Луч, пробивающийся откуда-то из центра Новозаревска, выглядел настолько пугающе и чужеродно, что поверг ошарашенного мужчину в настоящий шок. Свет не был похож на излучение прожектора или мощного фонаря. Это был пульсирующий и серебрящийся поток потусторонней материи, заставивший Евгения, вспомнить строки какой-то молитвы, услышанной им в детстве. Темный контур трехэтажной постройки пронесся мимо окна, на мгновение отгородив инфернальное сияние от взора мужчины. И тогда тот пришел в себя и, решившись на отчаянный шаг, дернул ручку пассажирской двери и ренулся на волю. Григорий, словно ожидая такого поворота событий, молниеносно схватил беглеца за капюшон толстовки и потянул обратно в салон. Машину бросило влево, но водитель успел скорректировать курс мчащегося навстречу невыразимому ужасу автомобиля. Евгений попытался вырваться из железной хватки, но рука держала намертво. Тогда мужчина предпринял последнюю отчаянную попытку, закрыл глаза, задержал дыхание, извлек перцовый болончик и, направив маленькое сопло в сторону спутника, вдавил поршень. Струя едкого газа мгновенно выбросила в салон несколько миллилитров летучего вещества, которое заполнило собой все пространство. Григорий яростно взревел, инстинктивно вдавил педаль тормоза и разжал удерживающую пленника ладонь. Водитель схватился за обожженное перцем лицо и начал яростно тереть горящие глаза. Женя решил не испытывать судьбу и, воспользовавшись короткой паулой в потасовке, мысленно попрощался со всем, что любил в этой жизни и прыгнул в раскрытую две седана. Мужчина пролетел несколько метров и рухнул в кусты. Подталкиваемый инерцией, он начал беспорядочно кувыркаться, проламываясь сквозь ветки и листья, когда растительность уже почти погасила запасенную телом кинетическую энергию, Женя достиг досок какого-то деревянного забора, хорошо приложился об них головой и потерял сознание. Когда Евгений очнулся, разлепил глаза и ощупал уже вспухшую на затылке шишку, небо снова сияло дневным светом. Он воровато и осторожно осмотрелся. Мужчина лежал в глубине каких-то придорожных зарослей. Он неуверенно выснулся из кустов и вскрикнул, наткнувшись на испуганную тетку с каким-то целлофановым пакетом. «Ёп твою, ты больной что ли, мудак херов?» В сердцах выпалила женщина, не ожидавшая резкого появления на своем пути оборванного мужика с округлившимися глазами. «Я... Это Навазарюск, да?» промямлил Женя. «Хуярюск, ты закусывай лучше, алкаш драный, отцепись от меня, а то сейчас ментов позову, пусть они тебе покажут Навазарюск или нет». «Сэ... Спасибо. Извините, пожалуйста, я...» Но женщина не стала дослушивать бред сумасшедшего и поспешила убраться от странного придурка подальше, опасливо оглядываясь. Евгений посмотрел по сторонам. Было совершенно очевидно, что это привычный ему родной город, пахнущий выхлопными газами и табачным дымом, покрытый грязными газонами и растрескавшимся асфальтом и наполненный злыми раздражительными и истеричными жителями. Впрочем, сейчас он был рад, будто вместо забытой богом сибирской провинции оказался посреди солнечного и теплого побережья Майами. Евгений, совершенно не понимая, что произошло накануне, тем не менее немного успокоился, поняв, что самое страшное к счастью миновало. Он вдруг вспомнил о купюре, которую выдал ему в качестве сдачи с тысячи Григорий. Женя порылся в кармане, выводил оттуда пятисотрублевую банкноту и недоуменно уставился на нее. Вместо привычной статуи Петра Первого на фоне парусника и здания морского речного вокзала в Архангельске с бумаги на него смотрел портрет великого русского царя в богатом обрамлении. Купюра была покрыта затейливыми и изобретательными закорючками. Но, приглядевшись, Евгений заметил, что черты правителя какие-то неправильные. Его лицо искажало злобная гримаса, а глаз пересекал зарубцевавшийся шрам. Узоры и вязь при ближайшем рассмотрении тоже разительно отличались от классических русских орнаментов. Повсюду виднелись какие-то щупальца и когти, а в нижней части аккуратным шрифтом была напечатана надпись «Мы служим свету». Мысли и переживания, бурлившие в мозгу Евгения, наконец, достигли пикового значения. Мужчина брезгливо и испуганно отбросил неправильную банкноту и устремился домой, надеясь, что хотя бы там не произошло никаких изменений. Одинокая купюра, подхваченная ветром, взмыла ввысь и понеслась куда-то в затянутое смогом новозаревское небо. Бабушкино вино Думаю, ни для кого не секрет, что старшее поколение часто не может нормально ужиться с молодежью. Вы наверняка не раз были свидетелями семейных драм и выяснение отношений между разными поколениями. В любое время года можно приехать на отдых в какой-нибудь санаторий, пансионат или просто на городской пляжик или созреть классическую сцену. Жраба с батя вместе с такой же свиноподобной матерью семейства отчитывают веселящегося или ноющего по той или иной причине отброска, не стесняясь выражения. Сам недавно сидел у костерка и кипятил на огне воду в котелке, чтобы заварить себе чайку. Да-да, тот самый так любимый мной вычурно-зеленый. У припарковавшейся неподалеку машины накрылся ремень ГРМ. Для тех, кто в танке и под капот авто ни разу не заглядывал, поясню. В двух словах, ремень газораспределительного механизма это невзрачная замкнутая полоска резины, склонная при сильном износе или неправильной установки к разрыву, ибо находится под солидным натяжением. Без нее драндулет встает колом и вызывает острую жопную боль владельца четырехколесного друга. Ну, а если штучка лопнет прямо на ходу, то есть неиллюзорный шанс, что клапана двигателя встретятся со старыми друзьями, поршнями, загнутся к хренам собачьим и приведут агрегат в полную негодность. Собственно, выражение стуканул движок в отношении автомобиля этот самый горячо любимый всеми водителями сценарий и обозначает. В общем, следите за ремнем, хольте его, лелейте, а еще лучше выбирайте же повозку, в которой в качестве приводного элемента используется цепь, лол. Хотя, как говорится, сдуру можно и стальной шар расколоть. Впрочем, вернемся к горе туристам. Отдых семьи, состоящий из типичного бескультурного быдла, естественно, сменил вектор, и ботек, матерясь и ругаясь, стал копаться под капотом своего кредита паркетника, сам еще не понимая, что поломка весьма фатальна, и на коленке он тут ничего не исправит. Сынишка, радующийся солнечной летней погоде, крутился вокруг, заинтересованно и любопытно мешаясь под ногами, и засыпая отца вопросами. Тот, естественно, вместо того, чтобы успокоиться и взвешенно обдумать ситуацию, решил спроецировать агрессию на ребенка. Некоторые, к сожалению, воспринимают своих детей как объект для эмоциональной разрядки, который можно поливать упреками по поводу и без. Потом еще удивляются, когда в старости дети в лучшем случае сдают их в хоспис. Мужик, тряся пузенью, начал крыть матом сынишку за то, что тот слишком долго сидел в воде, не так положил свой рюкзачок и так далее. Позже к процессу воспитания подключилась хорошо накатившая пивка-мать, и началась неистовая бомбардировка оскорблениями и обвинениями ни в чем, в общем-то, не виноватого звездюка. Чем закончилась то занимательная семейная идиллия, я не знаю, ибо, допив чаек, я решил выбрать другое место для пикника, и все еще, наблюдая поток мата и брани, сел в машину и уехал оттуда подальше. Спросите, к чему я вообще рассказал про этот пиздец? Ну, во-первых, я тешу себя надеждой, что, возможно, хоть кто-то из подобных представителей Homo Sapiens пересмотрит свои взгляды на жизнь, что, конечно, вряд ли. Во-вторых, этот забавный случай напомнил мне еще одну кулстори про конфликт поколений, правда, там все было не так мирно. В небольшом дачном поселке под Новозарьевском жила милая и добрая одинокая бабуля Божий Адуванчик. Участок в элитном обществе она получила вместе с мужем еще при царе Горохе, когда тут не жили всякие буржуи-богатеи. Рядом с ее простеньким забором выселись настоящие трехэтажные виллы и особняки. Но народ тут был преимущественно спокойный и мирный. Никто ни с кем не ругался и все сохраняли вежливые, хоть и не вполне искренние и добрососедские отношения. Оголтелым огородником-садоводом старушка не была, но выращивала кое-что по мелочи. На аккуратной клумбе росли розы и тюльпаны. В парнике ютились томаты и огурцы, а рядом с заборчиком стояло несколько кустов смородины. Урожай ягоды был обычно уж очень обильным, чтобы употребить его в одно рыло. Варенье бабуля тоже не любила. Не то, что маньячина Леша из одной из предыдущих паст. Но зато умела делать из плодов чудесное домашнее вино. Собственно, рецепт прост. Нужна только емкость достаточного объема, мешок сахара до свободное время, которого, как вы понимаете, у пенсионерки было в избытке. Когда ягоды созревали, бабушка собирала их, пересыпала в здоровенный таз и, словно челентана, разминала артритными ногами до состояния равномерной жижи. Затем все это она разливала по 19-литровым бутылкам из-под воды для кулеров, оставляла побродить, засыпала сахар, накрывала марлей и ожидала финала. Когда вино созревала, рукодельница с помощью обходительного соседского мужика разливала напиток по бутылкам, закупоривала и убирала в покреп. Вкусный и мягкий алкоголь она употребляла сама в качестве аперитива, угощала друзей и товарищей, да иногда делилась им с родственниками, которые, понятно, такому угощению были всегда рады. В общем, сплошная идиллия и мечта любого алканавта. Однако это великолепие и умиротворение, каждое лето нарушало одно неприятное обстоятельство. Рядом с дачами располагался детский оздоровительный лагерь, в который каждое лето родители отвозили своих обожаемых чад. Детвора весело играла на свежем воздухе, купалась в речке под присмотром вожатых, пела песни у теплого лагерного костра и пробовала на своей шкуре прелести первых амурных интриг. Детишек сюда отдавали преимущественно адекватных, да и за хулиганство, пьянки и прочие недопустимые действия из лагеря могли выгнать, сдав вызванным родителям. Короче, никто из посетителей курорта не горел желанием получить люлей от мамы с папой за то, что не смог соблюдать элементарную дисциплину. Однако, эта покладистость была актуальна далеко не для всех. В конце сезона лагерь закрывал свои двери для школьников и платных посетителей, так как милосердное государство выделяло месяц для отдыха детдомовцев и детей из неблагополучных семей. В общем, стандартная социальная программа поддержки. И вот эти-то товарищи уже не были скованы рамками приличия. Она правила спокойно клали большой и толстый. Нарезвившись в стенах лагеря и замусорив его территорию банками от пива, окурками и контрацептивами, в какой-то момент у них просыпалась жарда приключений. Они начинали сбегать с территории, так как вернуть их в любом случае было некому и шалить в округе. Естественно, дачный поселок становился одним из первых объектов для их разорительных набегов. У большей части жителей были здоровенные непредалимые заборы, которые без осадных орудий форсировать затруднительно. Злющие цепные собаки или ружье с запасом холостых патронов, которые вкупе со злобной физиономией хозяина территории производили неизгладимое впечатление на начинающих маргиналов, раз и навсегда отваживая их от опасного дома. И дом старушки на этом фоне, как вы, наверное, уже догадались, выглядел лакомым кусочком для агрессии. Поначалу, когда к пенсионерке под покровом ночи пробирались хулиганы, дабы нарвать цветов для своих бледоватых подруг или стащить пару бутылок сладкого алкоголя, она даже пыталась найти компромисс, так как была от природы человеком добрым, да и жизнь в Советском Союзе приучила ее помогать нуждающимся. Но как только бабушка милосердно угощала безмозглую шпану, аппетиты той, увы, только распалялись. Прискорбно, но не все жители планеты Земля воспринимают нормальные отношения, и есть многие, для кого оно является проявлением слабости и сигналом к действию. И эти ребята, увы, были именно из таких. В то лето внучка передала бабушке семена каких-то замечательных редких цветов, которые та с нежностью вырастила у себя возле домика. Однажды ночью бабушка проснулась от какого-то шороха, и когда вышла во двор, увидела группу тех самых детдомовцев, демонтирующих красивую клумбу. Старушка не выдержала такой наглости и, схватив веник, ринулась в бой, возмущаясь и крича. Детишки от этого только повеселели, и выкрикивая нецензурное ругательство в адрес бабули и всей ее семьи внеслись прочь, прихватив с собой вырванные с корнем цветы. У всех есть черта, которую переходить не позволено никому, и вот эту самую черту и пересекли той ночью разнужданные подростки. Через неделю большая часть из той группы скончалась в адских муках в лагерном медпункте, исходя пеной и кровью из всех возможных отверстий. Было, конечно, разбирательство, и, насколько я знаю, за несоблюдение санитарных норм даже посадили кого-то из начальства лагеря. О той сцене с мирной дачной бабушкой так никто и не узнал. И, естественно, никто не узнал об истинных причинах мора среди хулиганов, а просроченные продукты в столовой и плохая вода к нему были непричастны. Нет, то, что погубило малолетний сброд, находилось за пределами лагеря. Оно ютилось в маленькой летней кухне бабушкиного участка и ждало своего часа. Тем летом вином старушка никого не угощала. Дело в том, что раздосадованная, обиженная, она достала из погреба все запасы напитка, составила их в кухне, приправила каждую емкость смертоносным ядом, хранившимся в коморке с инвентарем на случай нашествия вредителей и оставила дверь незапертой. Ну, а вредители не заставили себя ждать. Только это были не мыши или саранча, это были невоспитанные и почувствовавшие полную безнаказанность оболтусы. Ночью они заявились вновь. Старушка до последнего надеялась, что здравый смысл и совесть возобладают. Но, увы, детвора перелезла через ограду, потопталась по газону и, увидев открытую дверь летней кухни, забралась туда, нашла бухлишко и радостно принялась употреблять трофейный алкоголь. Удовлетворившись, ребята вернулись обратно и в течение следующих дней корчились предсмертной агонией, по очереди отходя в мир иной. Остатки испорченного вина бабушка вылила в выгребную яму, а бутылки выбросила за ненадобностью. Да и рискованно было использовать их на следующий год, она же не хотела убить добрых и вежливых соседей и родственников. В общем, так бабуля наконец поквиталась с местными хулиганами, а история о загадочной ведьме, наславшей порчу на обидчиков, еще долго ходила в стенах того лагеря, и летом его обитатели старались обходить тот уютный дачный домик стороной. Пляжные изыскания В любом уважающем себя городе граничащим с водоемом есть свои пляжи. Новозарьевск не исключение, благо тут и река имеется, и озер да прудов в округе завались. Конечно, не черноморские золотые пески или турецкие фешенебельные курорты на берегу моря, но на местных пляжиках тоже можно сносно отдохнуть. Естественно, тут грязно и мрачно, но горожане уже привыкли, да и справедливости ради, родную природу они засрали самостоятельно, так что грех жаловаться. Когда наступает недолгое и переменчивое сибирское лето, народ каждый выходной гурьбой валит поближе к водичке, жарит шашлыки в непредназначенных для этого местах купается в зеленоватые мутные лужи, которые гордо именуют Новозаревским морем и до свинячьего визга накачивается дешевым пивом из ближайшей разливухи, куда без этого. Некоторые небогатые, но уж очень тоскующие по походам романтики приезжают на своих ржавых японцах двадцатилетней давности или тащат с собой видавшие виды палатки. В общем, народ развлекается как может и умеет, но и как позволяет финансовое положение и социальный статус. Обычно после таких вот пикников и туров выходного дня на и без того не особо впечатляющем своей роскоши песке, горожане оставляют пакеты с мусором, обгоревшие и покосившиеся островы мангалов до бутылки из-под всевозможных напитков. Время от времени городские службы или отдельные энтузиасты проводят уборки и субботники, а с наступлением нового теплого сезона все повторяется. Однако среди посетителей Новозаревских берегов есть одна категория людей, которая резко отличается от остальных. Это не рыбаки, велосипедисты или надменные писатели и балаболы типа меня. Нет, эти совсем из другого теста. Порой, когда холода, начинают понемногу возвращать себе оккупированную летом территорию на пляже Новозаревска выходят охотники за сокровищами. Грузные и молчаливые мужики появляются тут поодиночке или небольшими группами. Они нередко приезжают на рычащих квадроциклах или увешанных снаряжением внедорожниках. Порой облаченные в традиционную горку товарищи просто внезапно выходят из кустов, но всех их объединяет наличие одного обязательного аксессуара, точнее неразлучной пары устройств. Я говорю не про камуфляжный костюм или заряженный транспорт. Охотники приносят с собой металлоискатель, завернутый в чехол, и длинную тонкую палку, которую используют в качестве щупа. Как вы уже, думаю, догадались, приходят они для того, чтобы найти и прибрать к рукам имущества и ценности, утерянные по пьяне или просто рассеянности местными любителями посидеть в костерка. Может, в какой-то другой стране сердобольные поисковики откапывали бы украшения, смартфоны и другую технику с тем, чтобы передать это добро в бюро находок, откуда прежние хозяева смогут вернуть свои вещи. Но то в другой стране. Новозаревские искатели бескорыстностью не обременены, и находки или оставляют в личной коллекции, или продают на интернет-барахолках. Конечно, если такой товарищ наткнется на бумажник или именные документы и удостоверения, он, возможно, даже вернет их владельцу. Но естественно за вознаграждение. В общем, народ таких вот копателей, надо сказать, недолюбливает. Да и думаю, теперь понятно почему. Представьте ситуацию. Поехали вы посидеть на песочке и обронили свой смартфон. Вернулись домой, обнаружили пропажу, а когда опять прибыли на пляж и начали раскопывать место своей стоянки, поняли, что гаджета уже нет. Оказывается, что такой вот поисковик прошерстил берег после вашего ухода, нашел дорогую вашему сердцу трубу и уже выставил ее на Авито на Вазаревск. Обидно? Тут и оно. Собственно, такое положение вещей сохранялось у нас долгое время, и никто особенно не сокрушался. Даже напротив, осознание того, что места для кемпинга постоянно сканируют вооруженные металлодетекторами мужики как-то способствовало дисциплинированности посетителей, но с недавнего времени инвентарь охотников начал пополняться еще одним обязательным приборчиком, издающим характерный треск поблизости с источником ионизирующего излучения. Если вы думаете, что сейчас я расскажу вам историю про четкие причины такого изменения в поведении данных товарищей, то, увы, должен расстроить, но исчерпывающей информации по этому вопросу я не располагаю, однако есть же еще слухи и разговоры, в которых порой тоже кроется зерно истины, вот о них-то мне есть что поведать. Итак, началась эта истерия с довольно заурядного случая. Эти сталкеры-искатели, знаете ли, кучкуются по разным интернет-форумам, и объединены, ну, не то чтобы прям в общество, скорее кружок по интересам. На этих самых форумах ведется активное обсуждение наиболее, если так можно выразиться, рыбных мест, выяснение, какая же модель металлоискателя самая топовая и так далее. В общем, все, кто имеет хоть какое-то хобби и посещает посвященные ему сетевые ресурсы, меня хорошо поймут. Собственно, однажды на таком вот форуме появился трет со сбором средств для помощи одному из братьев по оружию. У того вдруг обнаружили острую форму лейкемии, и чтобы спасти бедолагу, нужны были дорогущие медицинские услуги и препараты. Ну, эти поисковики народ, понятно, жлобоватый, однако в этот раз, скрипя сердце, они все-таки побороли внутреннюю жабу и наскребли на лечение несчастного. Впрочем, к моменту, когда сбор был успешно завершен, тот уже склеил ласты, так что насладиться преимуществами платной медицины не успел. В общем, народ собрался ирул, помянул усопшего, да и выкинул его из головы. Мало ли народу от онкологии мрет. Вот только тот неудачник был лишь первой ласточкой. Среди охотников пошел прямо-таки повальный мор. Народ переезжал на городское кладбище буквально каждый месяц. Мужики, понятно, уже все были на измене, хоть и старались этого не показывать. Начали ходить слухи о каком-то проклятии или порче. Может, кто-то выкопал древний артефакт, который трогать не стоило. О том, откуда паранормальному, убивающему кладоискателей сокровищу, взяться на засранном городском пляже никто не думал. Ситуация была патовая, так что форумчане всем скопом начали бегать по церквям, всяким бабкам и, кто поадекватнее, правоохранительным органом. Впрочем, что представители православия и других оккультных учений, что менты только разводили руками. Однако однажды некий догадливый анон взял счетчик Гейгера, оставшийся в хозяйстве еще от деда, и решил вместе с ним зайти в гости к паре-тройке товарищей поисковиков. К своему удивлению и к ужасу друзей-приятелей по экзотическому хобби, прозорливый чувак обнаружил, что в квартирах восьми из десяти посещенных им кладоискателей радиационный фон не просто повышен, а выходит далеко за предел допустимых значений. В общем, когда он продолжил свое расследование, то у каждого дома обнаружил тот или иной предмет, фонящий так, что стрелка прибора уже почти зашкаливала, а рассчитана она была вовсе не на измерение естественного фона. Где-то это были красивые карманные часы, где-то старинная монета, где-то ржавый складной нож. Как выяснилось позже, все смертоносные безделушки были найдены копателями в течение осени под слоем песка на оживленном городском пляже. Сразу понятно были оповещены соответствующие структуры. Охотники ребята жадные, но не тупые и серьезность ситуации поняли сразу. Зараженные предметы были изъяты и утилизированы, а жилые помещения, где это было возможно, подвергнуты очистке. Впрочем, спасти всех так и не удалось. Несколько счастливчиков нашли сокровища совсем недавно, так что отделались выпавшими волосами крошащимися зубами да проблемами с потенцией. Но большая часть потерпевших была облучена настолько, что в течение последующих месяцев все они дружно переехали под слой кладбищенской земли в свинцовых ящиках, залитых бетоном. Собственно, с тех пор к набору юного новозаревского кладоискателя помимо металлодетектора термоса с чаем, карго штанов и куска стального прутка непременно прилагается как минимум карманный дозиметр. На городском пляже, как и на других местах отдыха жители города провели небывалый по своему размаху рейд и операцию традиционной дезактивации. Впрочем, оказалось, что заражен был лишь небольшой участок берега площадью в пару километров. Во время работ там, надо сказать, нашли много всякого любопытного, но об этом пожалуй как-нибудь в следующий раз. Установить откуда взялся весь этот опасный хабар так и не смогли. Кто-то считает, что причина в выбросе радиоактивного газа, кто-то винит диверсантов и террористов, а может какой-нибудь обидчивый сотрудник НИИ или оборонного предприятия обронил как-то на прогулке ценную вещичку, а когда вернулся и не обнаружил ее на песке, да еще и наткнулся позже на объявление о продаже его собственности, возмутился и решил отомстить падальщикам, облучил в лаборатории гору блестящего хлама, да и разбросал по уютному берегу. В общем, тайна, покрытая мраком, зато с тех пор любители покопаться в песочке стали куда осторожнее и осмотрительнее, а при звуке треска, предупреждающего о знакомой смертельной опасности, бегут как в задницу ужаленная. Понравился мой сборник и озвучка? Тогда непременно подпишись, оставь комментарий и нажми лайк. Также поделись видосом с друзьями, дабы они тоже приобщились к годноте. Почитать в текстовом видео можешь в моей группе в ВК. А если хочешь помочь наскрести на выпуск всей эпопеи в виде ламповой книжки, кидай кровно заработанные на Донейшн Алёртс. Собственно, на этом на сегодня всё. Если ты хочешь узнать о каком-то конкретном аспекте новозаревской действительности, напиши ниже и в одном из следующих выпусков я постараюсь удовлетворить твой интерес. Что ж, скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok